В завершении 2022 года в Государственной Думе Российской Федерации прошло торжественное мероприятие, на котором отметили тех, кто вносит вклад в формирование нравственного уклада. Одним из приглашенных стал копейчанин. Его отметили благодарностью за гуманитарную миссию и помощь нуждающимся. А все началось 7 лет назад. Тогда небольшая группа родителей во главе с Андреем Горланцевым объединилась, чтобы построить ледовый городок в 48-й школе. Ну и вот после этого, наверное, что-то там проснулось, и начали люди обращаться, предлагать. Какие-то мероприятия, просить о помощи. И вот постепенно, с каждым годом мы начали просто больше помогать, соответственно, больше привлекать внимание. Появились единомышленники. И вот с каждым годом проекты увеличиваются. И вот волонтерская деятельность, она такая сама, вроде как спонтанная, как снежный ком растет. Но это закономерно, потому что люди видят результат, люди сами подключаются, хотят помогать. Ну и формируется вот такая команда единомышленников. Ну и чем больше видят, тем больше просят о помощи. И мы, конечно, стараемся не отказывать и помогать, и людей еще вовлекать. На сегодняшний день его окружение насчитывает около 50 человек, которые всегда готовы прийти на помощь. Они поддерживают многодетные и малообеспеченные семьи, погорельцев и просто тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Кроме того, три года назад в Екатеринбурге было создано движение «Отцы России». Председателем регионального общества стал Андрей Горландцев. Вот такое движение, оно сформировалось, оно скорее такое неформальное. То есть у нас нет заседаний, у нас нет каких-то бюрократических процедур. Мы собираемся под конкретные проекты помощи. Отцы обычно, они, ну, люди такие прагматичные, они мало разговаривают, стараются больше делать. Вот, не такие эмоциональные, как женщины. И мы, конечно, вот на тяжелые работы, особенно когда нужно помогать погорельцам, то есть там у нас в основном одни мужчины работают. И хорошо, что отцы, они приходят на помощь вот именно как бы в трудную минуту. И вот это движение отцов, оно сейчас приобрело всероссийский характер. Так как мы уже давно тоже на российском уровне, ну, как и заявились, и работаем, и показываем свои результаты. Сейчас волонтеры помогают в комплектовании центра по коррекционной работе с маленькими детьми, которым поставлены такие диагнозы, как аутизм, синдром Дауна и задержка психоречивого развития. Его планируют открыть на базе спортивно-оздоровительного комплекса здоровья.